МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И Ирина Рубцова, начальник управления градостроительством и архитектуры администрации Кирова. Ирина Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Разворот со слушателями подразумевает, что мы принимаем ваши звонки по телефону 211-101, тем более, что мы встречаемся в преддверии принятия решений по выбору проекта по благоустройству одного из участков реки Люльченко. Проект, напомню, называется «Солнечная Люльченко». Это все в рамках большого проекта, который инициированы активистами, поддержан городской администрацией, Малые реки Кирова, Ленточные парки. Это все в одной истории. Напоминаю, что мы пытаемся стартовать с благоустройством наших рек, наших малых рек. И еще в конце программы чуть-чуть поговорим про Ахлыновку, потому что есть кое-какие движения. Но сосредоточимся сегодня именно на характеристике тех проектов, которые пришли на конкурс по благоустройству вот этого участка, на «Солнечной» 35-39. И огромное количество, на мой взгляд, проектов пришло для такого короткого времени, для такого маленького участка, где-то, где даже кировчане-то не бывали вот в этом районе города. Не все даже знают, где это. А мы, видимо, что поступили проекты из разных городов России, от Петербурга и Нижнего Новгорода до Румынии даже. Вот пришли проекты, и мы тут уже... 18 проектов. Да, с Ириной Васильевной... От Владивостока, от Волгограда. Да, от Владивостока до Румынии, так скажем, прислали люди проекты. Можете себе представить? Я вот себе не представляла еще такого несколько лет назад, а сейчас это произошло. Давайте, прежде всего, мы сориентируем наших слушателей, по какому поводу они смогут звонить. 211.1. Наверное, мы просим звонить прежде тех, кто уже посмотрел проекты и может высказаться на сайте реки-кирова.ру. реки-кирова.ру. Если еще не посмотрели, прямо сейчас заходите. Они все выложены, очень в доступной форме. Там есть и сами проектные работы, и визуализация, и даже по некоторым проектам несколько слов об авторах этих проектов. Реки-кирова.ру. 211.1.1. Если вы не смотрели и вообще в первый раз слышите об этом проекте, и у вас возникают вопросы, тоже звоните. Свет, я немножко тебя поправлю. Лучше все же смотреть через социальные сети. То есть это либо страничка ВКонтакте «Солнечная люльчинка», где есть прямая ссылка на эти проекты, либо сайт «Красивый Киров», либо Фейсбук «Реки Кирова». Ну, даже если люди в процессе эфира не успеют посмотреть, мне кажется, все равно могут они зайти и посмотреть. Потому что голосование ведь идет у вас, я так понимаю. Не совсем голосование, потому что, конечно, окончательное решение мы будем принимать в комиссии определенной. А сейчас идет некое обсуждение, некий сбор мнений и пожеланий. То есть высказаться на страничках можно? Да, высказаться, наоборот, приветствоваться. То есть мы как раз хотим понять, что понравилось кировчанам, что не понравилось, что они для себя увидели нового и какие-то их эмоции или мнения. То есть нам это очень важно, действительно. Я вот должна сказать, что я сейчас смотрю, и мне кажется, что это что-то нереальное. Это не Киров. Так не может быть. Вот те проекты, которые есть, я не знаю, реализуются ли они в том виде, в котором они по задумке автора существуют пока. Но вот то, что я вижу, это, конечно, что-то нереальное. Это напоминает московские общественные пространства. Да, даже европейские. Вы зайдете на водоемах. Тут есть не только фотографии и схемы. Здесь есть целые фильмы снятые, панорамные, как это может выглядеть. Поэтому, на мой взгляд, во-первых, все эти проекты достойны внимания. Вот то, что я сейчас посмотрела, абсолютно все достойны в Римане. Мы видим, что присылают и университеты, например, Томский университет прислал там, да, и отдельные архитекторы. Эти проекты профессиональные достаточно. Мы у Ирины Васильевны еще спросим с точки зрения профессионала, как вы оцениваете эти проекты. Но самое главное, что у нас есть 18 основ, которые в дальнейшем можно использовать на разных участках люльчинки. А может, и не только люльчинки, кстати. Да, у нас несколько рек. Однако сейчас сосредоточимся на этих конкретных проектах и на отборе, потому что 14 марта на этой неделе состоится заседание большой комиссии уже по отбору проектов. Илья Вячеславович Шульгин будет возглавлять, да, я так понимаю, эту комиссию, Константин? Ну, да, если ничего не поменяется. Но, опять же, Светлана, я хочу немножко поправить. Все же это разбор концепций. То есть не совсем проекты. То есть это мы будем обсуждать, вот это присланы нам концепции, как эти территории можно развивать. То есть мы еще не будем ставить точку? Нет, мы точку, скорее всего, поставим, если у нас это получится, если у нас произойдет конструктивное обсуждение, и, соответственно, уже на базе этой концепции будем делать уже конечный какой-то проект, который мы будем пытаться реализовать. Я вот сейчас смотрю каждый проект, и буквально в каждом хочется жить. Вот честное слово. Итак, давайте мы передадим слово Ирине Васильевне Рубцовой. Оцените, пожалуйста, вот эти 18 проектов и отметьте те, которые вам, как архитектору, наиболее интересными показались. Наверное, очень много лито и общего в этих проектах, потому что территория одна, то есть какие-то очевидные вещи, которые можно применить. Потом это местоположение, это все-таки не общегородская территория, городской парк, такого более районного значения, микрорайонного значения, где большей частью будут отдыхать все-таки жители ближайших домов. Поэтому, в общем-то, есть ситуация реальная, это связано с переходом через саму речку, с наличием теплотрассы, которой, наверное, быстро не решить вопрос, убрать ее куда-то или каким-то образом. А я, кстати, вижу, на некоторых проектах замаскировать как-то, или сделать прямо арт-объект. На этих проектах и показано, кстати говоря. Ну, это вот стиль хай-тек называется, когда, собственно говоря, из нее можно сделать как достопримечательным объектом, который можно обыграть каким-то образом. Ну, есть варианты, как это можно сделать, и ничего там такого страшного не будет, просто как это сделать. Ну, и, собственно говоря, тут есть и озонирование определенной территории, которая очень, наверное, нужна всегда, потому что есть разные группы населения, есть разные типы отдыхов, соединяет в основном все эти дорожки определенные. Что касается конкретных авторов, то, наверное, мне бы интересно хотелось отметить румынский проект. Ой, я сейчас на него смотрю, вот, мне кажется, человек просто не понимает разницу в климате румынии и Кирова, но выглядит это просто вот настолько, что туда нырнуть хочется. А при чем тут климат? Да, тут связано с системой, с подходом, то есть, в принципе, мы тоже успели пообсурдовать у себя управление немножечко перед отходом. Именно чем понравился подход, что вот такой современный европейский, где человек может находиться, и в сообществе есть возможность уединения. Вот, и зонирование вот с помощью этих вот сот, оно как бы очень четко читается, это можно и цветом выделить, и это же могут быть дорожки, которые обремляют эти соты, какие-то деревянные там настилы и так далее. Вот, и каждая зона будет четко читаться, и, в общем, позволяет даже территорию эту расширять. Понравился из Томска проект, вот первый как раз Томский государственный университет, ну, наверное, потому что там больше созерцательного отдыха, чего нам не хватает, в принципе, наверное, по жизни очень многим, да, потому что в выходные хотелось бы отдохнуть, не обязательно там где-то заниматься активно, и, наверное, вечером хотелось бы, может, прогуляться тихо, спокойно вдоль реки. Понравился проект, где используют, не помню, к сожалению, всех авторов, где вот как раз теплотрасса там применяется, цвет теплотрассы красный, там уделяются элементы, это уже теплотрасса становится элементом ландшафта. Ну, и не очень приветствую проект, где вот какие-то искусственные сооружения, они превалируют над природными объектами. Вот мое мнение такое, я, конечно, еще внимательно посмотрю и сегодня, и завтра посижу для того, чтобы, ну, уже как-то более четко сформулировать, может, свое мнение. Как интересно, я сейчас просмотрела целиком ролик из Румынии, показаны объекты с разных сторон, но еще и в разное время суток, и дневное, и утреннее, и ночное, и это очень интересно. На нескольких роликах, то есть несколько проектов содержат вот именно видеоролики такие, и там прямо показано, чем человек может заниматься на этом пространстве, в разных частях этого пространства, и это очень здорово, ты прямо действительно погружаешься в среду, визуализируешь, что действительно, какие группы населения, социальные группы могут там находиться, что делать, но тут очень возникает серьезный вопрос, который тоже будут задавать, я уверена, и власти, и активисты, и инвесторы. Это насколько эти проекты действительно привязаны к заданным условиям. Ведь когда же заявку размещали, да, и призывали сбрасывать свои проекты, эти заданные условия были указаны, Константин? Да, конечно, базовые условия были заданы. Что мы имеем, Ирина Васильевна, вот сейчас на этом участке? Что нужно учитывать в проектах? Ну, я так понимаю, нужно учитывать, прежде всего, как раз использование жителями ближайших домов, разных групп населения и разных, может быть, типов отдыха, хотя может, не все справились. Я еще хочу добавить, что мне понравился профессиональный подход, когда имеется анализ почти всей реки Люльченко. Это вот очень как раз профессионально, потому что делать просто кусок, не понимая, что там... Выше или ниже? Выше, потечение ниже, да, потому что и на самом деле проработки были разные, и вот надо понимать, что это уже, наверное, как бы претензия на то, чтобы все-таки дальше двигаться по этой реке. А мы заинтересованы в этом, безусловно. Безусловно, безусловно. Река Люльченко одна из центральных рек у нас в городе, она примыкает жилой застройке, по крайней мере, там вот тут улицы производственной до практически идёт на Романа Ердякова, там тоже жилые дома, и тоже там проработки были, и, в общем-то, река требует серьёзного подхода, но, к сожалению, не всё решишь архитектурными методами, потому что там река требует и чистки, и какие-то расширения, потому что в своё время неправильный, видимо, её неправильный диаметр, вот её прохода перед мостами немножко вот создал заболоченность, поэтому это тоже серьёзная тема. – Да, то есть мы имеем реку, мы имеем разные участки, прилегающие к реке, мы имеем жилую техническую застройку. – Да, мы при том ещё имеем много ограничений, это, опять же, это теплотрасса и высоковольтная линия, которая очень ограничивает возможности отдыха и нахождения на этой территории. – Да, теплотрассы, высоковольтные линии, ну и не надо забывать, что вот просто сразу людям скажем, что может явиться препятствием реализации полноценной любого из этих проектов, это ещё три нелокализованных выпуска очистных сооружений, которые находятся на реке Люльченко и на ближайшем собрании комиссии по экологии общественной палаты Кировской области. Мы приглашаем как раз владельцев трёх этих выпусков для того, чтобы они, во-первых, они уведомлены, нам нужно понять, что они сейчас с этим делают, какие у них планы, потому что, конечно, задача стоит не просто благоустроить берега, но в итоге сделать эту реку чистой, да, потому что мы говорим и об экологии, и даже в первую очередь здесь об экологии, мы посмотрим, какие будут результаты. Эти три выпуска достаточно серьёзные, вот на Хлыновке нам удалось добиться того, что её уже можно расчищать, а Люльченко пока нет, и я нашим слушателям напомню, что пока не будут все выпуски локализованы, мы не можем вступить в федеральную программу по расчистке городских рек, а очень хочется, и как можно скорее. Прервёмся на полминуты и продолжим разговор с нашими гостями. Константин Кропенев, руководитель общественной группы «Ленточные парки Кирова» и проекта «Малые реки Кирова» у нас в студии, Ирина Рубцова, начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Кирова, всех посылаем на сайт «Малые реки Кирова» или в группе ВКонтакте и на Фейсбуке «Солнечная Люльченко», или в Фейсбуке есть «Хлыновка и Люльченко», для того, чтобы вы могли ознакомиться с 18 проектами, которые были присланы на конкурс по благоустройству одного из участков Люльченки в районе улицы Солнечная. Это перекрёсток Солнечный с производственной, да, вот так? Нет, нет, это немножко подальше. Это между Ульяновской и улицей Ердикова. Я понимаю, почему ты это говоришь, там прут сутками, и всем хочется, конечно, и этот перекрёсток благоустроить, но это вообще не так. Да, перекрёсток с производственной до Егоревской, это ведь не очень далеко, там метров 300, наверное. Ну, это просто западнее, участок по западней. Да, 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 немножко места. Ну, давайте сейчас предоставим слово Константину Кропневу. Костя, из тех проектов, которые ты уже просмотрел, и я знаю, что смотрели вместе и с Красивым Кировым, и, я уверена, с другими коллегами обсуждали, какое впечатление вы составили, отметьте, свои приоритеты, фаворитов? Ну, во-первых, я бы всё же не хотел озвучивать фаворитов, потому что я всё же являюсь членом комиссии, то есть некие свои предпочтения, мне кажется, не совсем правильно сейчас озвучивать. Я бы хотел отметить то, что, ну, во-первых, мне понравилась разная подача, то есть подача у каждого архитектора абсолютно разная, и особенно вот впечатлили действительно ролики, которые сделаны были в 3D-графике, то есть это совершенно другой подход, и он позволяет, ну, просто погрузиться в эту среду и понять, как она может теоретически выглядеть. Также было бы полезно как бы всё же отметить заслугу ребят из движения «Красивый Киров» в первую очередь, потому что если бы не они, то нам бы вряд ли удалось получить такое количество проектов. То есть они раскрутиться помогли, да? То есть да, они помогли, потому что я не думаю, что тот грант, которым объявили 25 тысяч рублей, это был решающим шагом, чтобы люди из разных городов, даже из других стран приняли бы участие. А в первую очередь это был, то есть, так скажем, появился интерес к нашему проекту, потому что нам удалось прорекламировать этот проект на ведущих архитекторских площадках, в том числе даже «Стрелка», она сделала некую публикацию, сделала некий анонс нашего проекта, и после этого мы действительно увидели большой интерес к Кирову и к нашей, так скажем, совсем непростой территории. Я хочу обратить внимание действительно на проекты, как они представлены, и очень хотелось бы, что в конце концов, когда-то и наши тоже университеты, и наши студенты, и преподаватели-архитекторы такие присылали, вот мы смотрим проект номер один. Авторы из города Томска, Левашова и Кравцова, они дают и генплан, они дают и аэрофотосъемку, они дают схему, и дальше идут картинки, я вижу, что большое количество дерева здесь используется, что лично мне, конечно, очень нравится, потому что природные территории, особенно слегка подболоченные природные территории, со сложным рельефом, но имеющие воду, имеют приподнятые площадки, сохраняя при этом ландшафт, но используя природные материалы. И даже внешний вид, хотя мне вот чисто концептуально больше всё-таки нравится, как бы история ближе к европейским, но даже внешний вид, который мы видим вот этого сквера на общей картине, которую они представляют, он такой как раз, наоборот, совсем российский, с такой ротундой, да, классической, с такой ротундой, но он сохраняет вот этот ландшафт, он опирается на те, вот на тот рельеф, который есть, и он тоже очень приятный. И мало того, они ещё, я так понимаю, я правильно вижу, прилагают документацию, пояснительную ландшафтную версию, пояснительную записку, что этот проект сделали всё же студенты магистратуры, при том проект действительно очень высокого уровня, который, в принципе, просто можно брать и реализовывать, и там у них прописано всё согласно с НИПом, ГОСТом, и там вплоть до того, какие растения они там рекомендуют высадить на той территории. Готовая история. Класстор, молодцы. Нет, это готовая история. Так это профессионалы, готовы почти профессионалы. Профессиональный подход. И сразу можно сказать, заинтересованы те, кто нас слушает, потому что я знаю, что очень много жителей Кирова, и в том числе предпринимателей, они спрашивают, вот мы хотим что-то благоустроить, кому нам обратиться? Дайте нам где-нибудь участок. Есть контакты. Нет, нет, я не про это сейчас, а я про как раз профессионалов, которые это делали. Есть контакты вот здесь же на этой страничке и Елены Левашовой, и Марии Кравцовой, ссылки на их группы ВКонтакте, есть телефоны, можно связываться с авторами, что-то обсуждать и, например, пользоваться их услугами. Это правильно. Это, кстати, один тоже из аспектов, почему профессиональные архитекторы участвуют в таких вот конкурсах. Это, конечно, распространение своего знания и предложение своих услуг. Это тоже очень важно. Ну, кстати, мотивация у всех архитекторов была разная. То есть были интересны, допустим, проекты с Санкт-Петербурга. Почему там человек принял участие в нашем конкурсе? Они-то по фронту, их несколько, другой проект? Нет, нет, это другой проект. Там просто он родом из Кирова, и ему хотелось сделать что-то полезное для Кирова, для города. Он или она? Он. Сергей Берянчиков. Сергей Берянчиков. Сейчас мы видим этот проект. У кого-то там действительно был некий зов души, то есть есть проекты, которые по всей территории реки Люльчинки, там больше такой концептуальный подход, и у них просто люди действительно, видно, хотят немножко как бы преобразить действительность, сделать наш мир лучше. Я вот сейчас открою проект Сергея Берянчикова. Надо сказать, что он не единственный, кто родом из Кирова и делает проекты для нас, потому что человек, который делал проект для парка у Дворца пионеров «Мемориал», она тоже из Кирова, и тоже у неё душа болит, и хочется участвовать вот в этой истории. Я вот сейчас открыла проект Сергея Берянчикова, Санкт-Петербург, который Киров-Санкт-Петербург. Очень много, вот это уже место, общественное пространство. Это не совсем то, что нравится Ирине Васильевне, которая предпочитает сохранять ландшафт, но вполне возможно, что жителям именно это понравится. Надо смотреть, какой запрос. Мы же всё равно будем отталкиваться в том числе и от запросов жителей. Здесь очень много каких-то малых архитектурных форм, игровых площадок для детей, в том числе и над водой, что очень интересно на самом деле. И вот буквально, вы честно говоря, вы знаете, я смотрю каждый проект, и хочется, чтобы каждый из них нашёл себе место на наших реках. Правда. Аня, ты посмотрела, какой тебе проект нравится? Что зацепило глаз? Я пока не определилась, ты знаешь, потому что их очень много, они все разные, и они, конечно... Очень подолгу смотреть надо. Да, надо каждый изучать детально. Конечно, вот мне больше всё-таки импонируют те проекты, где вот эти вот водоёмы и кусочки реки, они на такие небольшие как бы группки разбиты, чтобы островки были между ними. То есть такая вот уединённость, чтобы была какая-то, не знаю, камерность. При этом я понимаю, что в нашем климате зимой, например, вот эта история работать не будет. То есть останутся, как мы говорили, про румынский проект, да, останутся какие-то основные магистрали, по которым можно будет проходить. Всё остальное будет зимой, к сожалению, закрыто снегом, и не будет использоваться. Ну, наверное, это нормально. Что-то должно работать летом, что-то должно работать зимой. Но прогулки-то ведь не исключены, наверное. Ну да, нет, конечно, там всё равно будет благоустроенная зона, в которую будет приятно зайти. А вот, кстати, я обратила внимание, что у Дмитрия Скутина, автора пятого проекта, разложены малые архитектурные формы, скамея какая она должна быть, там деревянный помост, детская площадка, и даже урна, причём урна с раздельным сбором мусора. Разноцветные. Это очень важно, кстати, это очень важно, и это очень правильно, и мне кажется, что здорово, что вот в таких проектах сразу закладывается, в общем, современная парадигма, и к этому надо двигаться. Костя улыбается. Ну там, на самом деле, вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а когда конкурс проектов состоится, и будет выбран уже всё-таки победитель, к этому проекту, который победит, к нему можно добавлять какие-то элементы из других проектов? Ведь это не возбраняется, наверное. Да, конечно, безусловно. То есть мы примем его как за некую основу, как за некую концепцию, концептуальность, и потом нужно будет действительно прорабатывать и дорабатывать с условиями нашей среды, нашей сезонности, грунтов, либо ещё что-то. Вот как раздельный сбор мусора появится, так сразу можно и ставить вот эти вот контейнеры для сбора раздельного. Кстати говоря, кто-то из вас уже в самом начале обратил внимание, что некоторые авторы разработали входные группы в соответствии с названием проекта «Солнечная лючинка». Да, мы видим варианты входных групп именно с солнцем, с разными лучами и так далее. Хотя, на мой взгляд, входные группы – это не самое главное. Ни в одном сквере и парке. Я-то, например, до сих пор, я не знаю, как вы, Ирина Васильевна, но я лично не одобряю историю, что в нынешней истории благоустройства парка имени Гагарина, вместо того, чтобы строить, зонировать и делать площадки для разных социальных групп, мы вбухиваем деньги во входные группы. Я вообще смысла в этих входных группах никаких не вижу. Ну, наверное, начинать надо со средины, а потом двигаться к концам. Да, и я считаю, что это вот просто деньги на ветер, совершенно не туда. Хотя, наверное, для парков входы – это нормальная вещь. Другой дел, что надо считать деньги. Нет, да, внутри ничего нет. Согласна абсолютно. Ну и, кстати говоря, вот эта солнечная тема также отражена в проекте номер 3, автора Терских Анны из Санкт-Петербурга. Там вот солнце и лучи, они как раз, Ань, обрамляет один из островков, который тебе так нравился. И такие солнечные зайчики как раз разбросаны по всей территории. У неё очень много выходов на воду, деревянных таких набережных. Я подобные выходы видела массово устраиваться на реках Москвы в окраинных микрорайонах. И вот несколько лет следила за тем, как это делается. Они всегда заняты. На одном там деревянном выходе люди занимаются йогой, на другом устраивают пикник, на третьей играют дети, где-то просто люди спят. Там стоят просто шезлонги, и люди приходят ложаться, загорают с книжкой и всё, что угодно. Вот. И это тоже очень классная история. Но, правда, вот когда ты смотришь на некоторые тут картинки, кажется, что водная гладь здесь такая необъятная. А на самом деле река Людченко там в начале пути практически, она не очень большая. Но, может быть, я что-то неправильно представляю, потому что я с вами не была на субботнике. А там заболоченная территория. Мне кажется, если расчистить её. Там, во-первых, пруд, он не такой маленький. То есть не такой маленький. Конечно, было бы в идеале немножко, может быть, поднять, увеличить зеркало пруда, сделать новую плотину. Но я не совсем уверен, что это у нас получится сделать, потому что это упирается в дополнительные деньги, в финансирование, в проекты. Это любое гидротехническое сооружение, оно требует довольно серьёзных вложений. А, к сожалению, по финансированию мы пока очень ограничены. Конечно, городская администрация, как может, по крайней мере, нам обещает оказать содействие в реализации этого проекта, но нам так либо иначе не обойтись без спонсоров, не обойтись без привлечения местных жителей, потому что пока живого финансирования нет. — Слушайте, я сейчас вот подумала, ведь это же вот готовая просто история с ППМИ. — Нет, естественно, мы собираемся участвовать и в конкурсах ППМИ, мы будем участвовать и в других грантах, уже есть определённые намётки. — Механизмы уже выбраны. — Ну да, то есть будем готовить документацию, но, к сожалению, допустим, на 20-й год мы в комфортную городскую среду не попали, возможно, попадём в 21-й год. Ну так либо иначе, я думаю, что мы уже летом, в июне, начнём что-то делать, то есть какие-то первые шаги мы предпринимем, то есть что-то начнём делать, может быть, дорожки, мостик, с освещением вопрос порешать, но за один год нам этот проект не реализовать. — Ну вот только что у нас был эфир как раз с экспертами по ППМИ, и они действительно подтверждают, что такие проекты могут входить в финансирование ППМИ. Конечно, нужно смотреть все возможные грантовые истории, которые сюда прикладываются. И хорошо бы... Единственное, что я вот на самом деле не очень чувствую пока что в проектах благоустройства городской среды, вот в таких вот серьезной поддержке бизнеса, предпринимательства и ещё чего-то большими деньгами, но, наверное, всему своё время, всему своё время. Прервём сейчас на полторы минуты и продолжим разговор. Программа «Дневной разворот» «Разворот со слушателями» продолжается, и мы слушателям нашим напоминаем, что 211-101, номер телефончиков, по которому можно нам звонить, пожалуйста, мы обсуждаем проекты на Люльчинке, которые, ну вот сейчас уже присланы на конкурс, и лучшие из которых определятся послезавтра, 14 марта. Не лучшие, а, наверное, хорошие. Ну хорошо, ну тот, который наберёт. Они все, конечно, прекрасные совершенно проекты, но какие-то приоритетные вещи будут определены и выделены, и всё-таки надо будет продумать историю с дальнейшим использованием этих всех проектов, для того, чтобы они не пропадали, а можно было бы их примерять на другие участки наших малых рек. И очень хочется, конечно, чтобы темп развития всех этих проектов по ленточным паркам усилился. Вот в своё время губернатор Кировской области первый подхватил эту идею, и даже первый подхватил этот термин ленточные парки, и даже в своих выступлениях использовал. И мне очень жаль, что ни на одном из форумов, в которых здесь крупные происходили экономические, он ни с кем не заключил договор на поддержку наших проектов. Вот этих. Это было бы просто беспрецедентно и очень-очень круто. Давайте напомним, кстати, Игорю Владимировичу, что, кстати, надо ему показать все эти проекты. Вот, я не знаю, у нас вот 14-го числа мы соберёмся, у меня есть большое опасение, что многие чиновники просто их не посмотрят. Но они их убедят первый раз. Проведём, это будет неправильно. Надо выходить подготовленным на спектакль, что называется, понимаешь, прочитать сначала произведение, а потом уже смотреть и обсуждать. Ну, это надо будет сделать обязательно. И с Игорем Владимировичем это обсудить. Понятно, что Илья Вячеславович это всё дело посмотрит. Хорошо бы, чтобы главы и все заинтересованные лица здесь тоже выступили уже экспертно. Мы должны сказать, соблюсти все правила и сказать, что из Кирова тоже пришли проекты. Вот мы смотрим на проект номер 18. 18 Мария Писарева. Это один проект. Кировский проект один. Да, к сожалению, мы тоже думали, что кировских будет проектов больше, но в результате получили только один кировский проект. Но мы видим, что авторы как раз Андрей Писарев и Мария Писарева, они сделали такой большой проект, опираются всё-таки на лужайки и стройные зелёные насаждения. Вот я вижу, что вокруг этого участка сплошная зелёная лужайка и дорожки, и уже за теплотрассой только мы видим зелень, и там за периметром практически этого пространства есть зелень. Что лично меня не очень устраивает, потому что я тоже хотела бы, чтобы это больше напоминало природный парк, но, возможно, как раз, например, там, я не знаю, жители это будет устраивать больше. Кто знает, все мнения будем собирать. И, тем не менее, большая благодарность и кировским авторам, что они стали включаться в такие проекты. И это очень важно, потому что вот сейчас, я уверена, все авторы посмотрят на проекты друг друга. Это тоже обмен опытом определённый. И ещё раз элементы, которые вот здесь есть, потому что у них есть здесь совершенно необычные элементы, которых нет у других, например, авторов. Это вот мостик такой выступающий. И это очень ценно. Да, над водной гладью. Ну, хорошо. Мостиков над водной гладью тут много. Ну, кстати, тоже есть раскладка по зелёным насаждениям, по деревьям. Ну, это ландшафтный проект тоже. И по деревьям, и по меньшей растительности, по цветам, которые могут на берегах краситься. И это очень красиво, кстати. И по травам. И, конечно, очень хочется, чтобы такие ландшафты, они не выглядели искусственно, а поддерживали природную тему. Светлана, я хотел бы дополнить. Мне кажется, действительно, у нас получился очень интересный кейс, когда 18 проектов из разных стран, из разных городов, по какой-то маленькой, некой локальной территории. И я думаю, что мы, может, попробуем его как-то сформировать и представить, либо, может быть, действительно, на урбан-форуме, который будет осенью. И в том числе, возможно, в рамках того мероприятия. Вот сейчас же у нас, я так понимаю, вятка столицы дизайна идёт. И в том числе и там можно как бы осветить. Потому что тут действительно это с точки зрения опыта различного. И я так как вижу этот проект именно действительно как некое масштабирование, во-первых, накапливание опыта и масштабирование опыта на другие участки. Тем более нам на 21-22 год, по крайней мере, я надеюсь, предстоит благоустраивать территорию вдоль Ежовского озера и сквер Пахлыновки на улице Ленина-Блюхера. Да. Я заметила ещё одну интересную штуку. Я не знаю, насколько она реализуема. Первый раз с этим встречаюсь. Валерия Ведерникова, автор. Непонятно откуда. Почему-то не указано. Но у неё, если ты посмотришь, они 17-й проект, у неё теплотрасса на определённом участке накрыта большим таким деревянным сооружением, ну, металл и дерево. Никак почему-то не могу, вот единый листочек, не открываются фоточки. Так он и прислан был, наверное, да? Там, наверное, нужно скачать просто. А, скачать нужно. Да, совершенно верно. Надо скачать. Ну, в общем, часть теплотрассы накрыта большой такой деревянным помостом, который может выступать и смотровой площадкой, и какой-то концертной площадкой. И на помосте ещё и деревья. Я так понимаю, что в катках всё-таки нет? Нет, нету там никаких деревьев. А, это рядом, понятно. Это рядом деревья. Ну, всё не бесспорно, то, что там вот я вижу, например, да, но надо смотреть скачивание. Но какие-то элементы всё равно есть в каждом проекте, которые цепляют. И с удовольствием, я просто всех призываю, с удовольствием это рассмотреть. Ещё хочу открыть проект из Казани. Автор с прекрасной фамилией Счастьева. И очень хочется чуть-чуть казанского счастья, чтобы у нас тут тоже, наконец, появилось. И тоже вижу очень много деревянных элементов. И вот здесь, вот в проекте госпожи Счастьевой, совершенно замечательно, Ань, посмотри, пожалуйста, малоархитектурные формы, скамейки деревянные. Вообще, совершенно необычные формы в виде цветка, в виде, да, вот такой лавки, где можно сесть лицом друг к другу, хотя это единое пространство. И вот это вот прям очень-очень круто. Это прям вот бери куда-нибудь и делай. Очень-очень красиво. Мне нравится. На самом деле. И тоже, вот как обыгрываются теплотрассы. Все учли, посмотрите-ка, все учли ваше замечание, что есть теплотрасса, и её нужно как-то обходить. И как-то с этим... Ну, куда деваться? Это инфраструктурный элемент, от которого не избавишься. Кстати говоря, в рабочей группе, которая будет собираться, там будут представители Т-плюс? Т-плюс не будет. Мы пригласили представителей морска, потому что мы считаем, что это довольно большая организация, и так либо иначе у них высоковольтные линии практически по всему городу идут вдоль рек местных, и, соответственно, их надо в эту историю вовлекать. То есть, чтобы они понимали проблему, осознавали и как-то помогали участвовать в решении этой проблемы. Ещё один очень интересный элемент. Автор Скоба из города Москва. Это такой китайский опыт. Я видела на последнем форуме московском урбанистическом вертикальные города. Когда города поднимаются над ландшафтом, а ландшафт остаётся нетронутым. И у господина Скобы дорожка вот эта, по которой можно двигаться, она поднята над ландшафтом и идёт над речкой, над теплотрассой. Вот это тот самый проект, про который Ирина Васильевна говорила, что теплотрасса покрашена в красный цвет. Это этот проект? Ну, судя по всему, вот этот вот проект, возможно, но тут очень интересно. Да, он показывает, что, посмотрите, не обязательно всю реку благоустраивать, почистить-то, конечно, нужно, но вот благоустроить один прудик, другой прудик, а между ними над ландшафтом и над теплотрассой пустить вот такую извилистую дорогу. Пожалуйста. И почему нет? Вполне возможно, что такая история тоже хорошая. Действительно, если мы хотим создать именно какой-то такой протяжённый ленточный парк, это, возможно, не такое плохое решение. Да, абсолютно точно. По крайней мере, уж оно явно не скучное, и где-то такой элемент, вот лично я хотела бы, чтобы появился в городе Кире, на Люльченке огромное количество прудов. Просто огромное. Мы ещё раз обращаем ваше внимание на сайт рекекирова.ру. Можете зайти, посмотреть все эти проекты и следить за голосованием, сами участвовать. И мало того... Писать комментарии. Да, как можно чаще заходить на этот сайт, потому что, конечно, даже начнутся с весны и субботники. Конечно же, какие-то элементы начала благоустройства будут появляться уже в этом году. И группа очень заинтересована в новых силах, в свежих, в волонтёрах, в инвесторах, во всех неравниках. Помощь действительно нужна. Помощь нужна и деньгами, помощь нужна руками, помощь нужна дизайнеров. И если у кого есть желание присоединяться, пожалуйста, мне очень легко найти в соцсетях. Пишите, я готов. Я вот сейчас смотрю, Дмитрий Фитчун, город Владивосток, проект, мы ещё его не отметили, а там такая... Какой номер? Ох, слушай, я даже... Сверху тоже. Сверху, да. Это самое интересное, видео в 3D. Там отлично, совершенно, да, видеоматериал, и там вот эта вот арочная дорога, такая галерея, просто увитая зелёная растительница. Я знаю, что тебе понравилось. Ты очень любишь сад свой, садоводческую историю. Нет. Я его увидела. У меня, к сожалению, там нет возможности такой. Да, а здесь вот, я тоже его видела, я думаю, что вот эти перголы, увитые плющом, они... Ну, плющ у нас вот этот не вырастет, который мне вот тут указано. Да ладно, что-нибудь да вырастет. Хотя, я думаю, что очень многим в Кирове такая история бы понравилась. Просто виться у нас практически нечему, кроме Девичьего Винограда здесь. Там, кстати, у какого-то из архитекторов есть предусмотрен маленький огородик. Это сейчас... Это прекрасно. Это замечательный тренд. Это европейский. Очень модный современный тренд. Малкие огородики. Это прекрасно. Небольшие огородики, и там как раз такая локация присутствует. Общественные. Есть такие пространства во многих же странах. А там детские сады где-то есть рядом школы. Внутри квартала, наверное, есть. Понимаете, ведь можно же учитывать и вот эту историю. Потому что, если сохранять экологически, максимально сохранить экологически вот это там... Как это называется-то? Я всё время забываю уже из курса биологии. Короче, если сохранить этот природный угол, экосистему, то можно производить исследования, наблюдения, не знаю, собирать гербари. За утками. Это другая история. Не нарушает экосистему. Утки вам очень часто нарушают. И, кстати, даже вспоминая, тут же возвращаясь к дендропарку, я просто возвращаюсь даже к тому пруду, по которому тоже есть вопросы. Некоторые элементы очень даже применимы и в дендропарке у пруда. Это прям очень хороший вы собрали, мне кажется, материал, Ирина Васильевна. Правда же? Ну да. Который можно прямо использовать. И это большая благодарность авторам. Ну это второй проект, я не могу тоже не отметить. Петербургские авторы. Это тот проект, где большое количество конструкций таких, я не знаю, там для активного, не для активного отдыха, вот эти металлические деревянные конструкции, гамаки между ними повешенные. То есть там, вот мне это кажется, для детских активностей, это вот просто замечательная история. Там главное, что эти вот гамаки, они под крышами такими находятся, что можно скрыться от дождя, например. Я тоже этот видела проект. Хотя мне как раз, я думаю, что это металлические конструкции, и это не очень понравилось. Зато они прочные. Но гамаки понравились очень. Да. Итак, 14 числа будет совещание. Я думаю, что мы на следующей неделе отразим какие-то его промежуточные итоги. Ну и, конечно, будем вас, горожане, информировать о том, где и как можно поучаствовать в проектах. В проектах большой такой, да, большой такой инициативы Киров меняется, и в частности, солнечные люльчинки. Спасибо нашим экспертам, которые нас сегодня навестили в студии. Константин Кропанев, руководитель общественной группы «Ленточный парк проекта Малые реки Кирова», и Ирина Рубцова, начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Кирова. Большой блок дневных разворотов со слушателем завершен. Сейчас новости, тематические программы, реклама. Через 20 минут особое мнение Николай Голиков у Светланы Занькова с самыми последними там новостями, темами и прочее.